Думаю, игра болельщикам должна понравиться, потому что команда играла быстро. То, что Ислач неуступчивый соперник, мы это знали. Я считаю, что хорошие голы забили, именно такие футбольные, игровые. Достаточно быстрая игра была, хорошие комбинации были. Может, что поле, что погода, что освещение. Антураж такой футбольный, поэтому ребята хорошо настроились. Я считаю, провели хороший матч. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Давай, скажите. Ну, давайте. Что изменилось в игре? Или Динамо, или соперника, что в прошлом туре не удалось завести? Да это футбол. Скажи, кто тут... Там нанесли 31 удар. Сегодня, я думаю, нанесли меньше, может, 20 ударов. Забили 5. В той игре нанесли 31 удар. И по мне, я вам скажу прямо, что Ислач команда посерьезнее. То есть, в плане организации всего, они посерьезнее. Но сегодня мы реализовали свои моменты, а в той игре не получилось. Вот и все отличие. За это и любят футбол. Ну, как аргентицы. Сколько? 76 ударов за 4 игры и 0 забитых. Они что, плохие футболисты или что? Ну, бывает такое. Ну, и не идет мяч в ворота. Спасибо. Дальше Александр Уолин, трибунокон. Жан-Ярчика сегодня не было заявки. С чем это было связано? Он приболел. Просто приболел. Банально. Как ни странно. Спасибо. Иван, еще вопросы будут? Давайте по Сороку поговорим. В прошлом туре вы сказали, что никому не... Мы на пресс-конференции за чашкой чая. Ну, можно это? Я формулирую вопрос, хорошо? Не, ну, вы... Я представлял, что я пришел на пресс-конференцию. Вот. А вы так немножко, как так, ну, поясничаете. Давайте серьезно будем участвовать. Неделю назад вы говорили, что никому не гарантированное место в составе. И Антон Сорока начинал игру со скамейки запасных. Сегодня вы выпустили его с первых минут. С чем это связано? Почему сейчас он вышел в составе? Я поступил в противном. Бывает так. А здесь подробнее можете объяснить? Подробнее? Есть такое понятие, как чушь. Ну, почувствовал, что надо сегодня выпустить в старте. И все. Поступил в противном. Хотя не должен был. Честно говоря, не должен был вставить. А может, объясните, почему не должен был? Я уже сказал. Артем Быков после прошлой игры очень эмоционально уходил в раздевалку. Это видео, наверное, видели все. После этого матча его приветствовали. Болельщики очень здорово на него реагировали. Был ли у вас разговор по поводу его речи, которая была везде? И как вы относитесь к такому поведению своего подопечного? А про матч будет вопрос? Ну, нет, а как что? Им же интересно. Ну, по поводу поведения, я считаю, что это нельзя себе позволять вести. Но, с другой стороны, не факт, что это был, может быть, наш болельщик. Потому что, если вы знаете, я считаю, настоящие болельщики, и в трудные минуты они всегда поддерживают команду. И предъявить команде, что команда не хотела победить, даже если бы я захотел бы предъявить, то нанести 31 удар по воротам соперника и не хотеть победить, это невозможно. То есть, сама статистика про себя говорит. Если мы два тайма играли на одной половине поля, а что можно? Да, не получилось. Что поделать? А то, что понятно, что то, что он сказал, это эмоции. И не факт, что он именно разговаривал с болельщиком Динаминска. Настоящие болельщики, они пришли сегодня, они нас поддержали, они нас... Вот это, я считаю, настоящие болельщики. А оскорблять футболиста, я считаю, тоже неправильно. Поэтому здесь есть две правды. Одна правда, что, конечно, некрасиво, что он так себя повел, но есть вторая правда, что никто не позволяет и его оскорблять. Он старался, он играл, он отдавал свои силы, свое здоровье, его оскорбляют, поэтому где-то парень спылил, и я его тоже понимаю.